Ребята, всем привет! Первое видео у реальных гигантов, обладающих невероятной силой, стремительно набирает просмотры и комментарии, в которых вы активно предлагаете силачей, не вошедших в топ. Поэтому сегодня мы продолжаем список мощнейших атлетов планеты. И начнем с монстра массы, который обожает тренироваться живым весом. Эдди Холл. Ему принадлежит мировой рекорд в становой тяге с использованием лямок и экипировки. 500 кг. Рост атлета 190 см. А вес свыше 175 кг. Следующий спортсмен также обладает мировым рекордом, но уже в приседании. Андрей Маланичий. При росте 182 см и весе около 140 кг, многократно становился абсолютным победителем многочисленных соревнований, в том числе Суперкубка Титана. А в 2016 году смог присесть без экипировки с весом 485 кг. А вот Денис Цыпленков, ростом 186 см, весом 145 кг, своими руками по 62 см, сумел поднять на бицепс штангу весом 113 кг. Также установил тем самым новый мировой рекорд. Еще одного нашего современника стоит отметить, как одного из сильнейших атлетов планеты. Это Михаил Кокляев. Его рост 192 см и вес 160 кг. Он добился внушительных результатов, как в тяжелой атлетике, толчок 250 кг, рывок 210 кг, так и в безэкипировочном пауэрлифтинге. Приседания 380 кг, жим лежа 230 кг и становая 417,5 кг. Кокляеву принадлежит мировой рекорд в метании гири в высоту 25 кг, вес на высоту 5 метров 86 см, а также рекорд в буксировании танка Т-72. На свой страх и риск я решил добавить в этот список Саджата Гариби, иранского халка, пауэрлифтера, который, возможно, не обладает чудовищной силой, но выглядит как настоящий монстр. Его рост 186 см, а вес 150 кг. Своё мнение о нём оставляйте в комментариях. А мы сейчас вернёмся в прошлое. Там также остались гиганты, которые достойны нашего внимания. И начнём мы с царя Александра Третьего. Он именовался Третьим, но по своим делам был достоин называться Первым. А может быть, даже единственным. О силе и габаритах Александра ходят легенды. Его рост 193 см, вес 120 кг. И неудивительно, что крестьянин, случайно увидевший императора на железнодорожной станции, воскликнул «Вот это царь так царь! Чёрт меня побери!» Сила императора спасла жизнь не только ему, но и всей царской семье. Осенью 1888 года царский поезд потерпел крушение у станции Борки, в 50 км от Харькова. Семь вагонов оказались разбитыми. Были тяжело ранены и умершие среди слух. Однако члены царской семьи остались невредимы. Они на тот момент находились в вагоне-столовой. Крыша вагона обвалилась. И по словам очевидцев, Александр держал её на плечах до тех пор, пока не подоспела помощь. Также невероятными подвигами силы прославился Григорий Кощеев, настоящее имя которого Григорий Косинский. Он мог, например, связав 12 двухпудовых гир, взвалить их себе на плечи и прохаживаться с этим колоссальным грузом. Рассказывает, что он однажды положил в сани, в которых ездит подрядчик, обеспечивающий рабочих, 40-пудовую бабу для забивки сваи. Рост его был 208 или даже 218 сантиметров, а вес около 120 килограмм. Ещё большими габаритами обладал Бола Кануков по прозвищу Казбек Гора. Рост 2 метра 28 сантиметров, вес 220 килограмм. Однажды он вез балки на быка. На крутом подъёме один из быков заупрямился. Подвода подалась назад. Бола быстро отпряв быка, подставил грудь к ярму и вместе со вторым быком вывез под воду с тяжёлым грузом на гору. Когда же отец, узнав об этом, стал ругать его за глупое упражнение, Бола ответил, «Не ругай меня, отец. Бык ещё молодой, неопытный. А подъём, видишь, какой крутой?» Я просто не мог не помочь ему, когда он остановился и умоляюще посмотрел на меня. Потом, улыбнувшись, добавил, «Да и испытать себя хотелось». Бола было тогда всего 17 лет. С быстротой молнии разнёсся слух о сказочной силе Бола. Каждому хотелось лично убедиться в этом. На уговоры поднять камень или какой-то другой большой груз он не поддавался. Кануков был удивительно скромен. И всё-таки, однажды, такой случай представился. Соседи хотели подковать неукротимого скакуна, но он никак не шёл к станку. Тогда попросили Бола подтолкнуть коня сзади. Скакун крепко лягнул его по колену. Парень вскипел, схватил его за задние ноги и дёрнул с такой силой, что конь упал. Присутствующие ахнули от удивления. Слухи о чудо-богатыре дошли до столицы, и Бола стал выступать в цирке. Одним из самых высоких людей прошлого был Анри Жозеко. Или также известный, как Жузе Дюрсок. Когда ему было всего 21, его запечатлели на фото. И замерили рост, который составил 2 метра 28 сантиметров. А размер обуви был 62. А силе его данных нет. Но он по праву может считаться гигантом. Хотя на фоне Фёдора Андреевича Махнова он явно потерялся бы. Так как Фёдор уже в юности был приблизительно 2,5 метра. Длина стопы его равнялась 51 сантиметра. Длина ладони 31 сантиметра. При этом он весил 182 килограмма и был чрезвычайно силен. Некоторое время работал в цирке. Вместе с ним путешествовал по всему миру. Есть версия, что его рост 2 метра 85 сантиметров. Это показатель, который указывался на афишах. И взят он был с учетом казацкой папахи и сапогов на высоких каблука. Эти элементы одежды неотъемлемо использовались во время выступления Фёдора. Единственным достоверным источником, позволяющим судить о росте гиганта, являются пожизненные фотографии. Однако сопоставляя на них Фёдора с другими объектами известной высоты, представленных на снимках, можно сделать вывод о том, что по крайней мере в момент съемки рот гиганта не превышал 2 метра 40 сантиметров. Ребята, наверняка я какого-нибудь силача из полинских размеров не упомянул. Поэтому оставляю 10-ю позицию в списке открытой. Пишите имена богатырей в комментариях. И кто знает, может быть придется сделать и третий выпуск. А на сегодня все. Пока-пока.